Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я вам хочу показать неимоверную красоту в городском саду. Это прекрасная клумба, состоит из виол, анютиных глазок. Фактически на этой клумбе только одни эти цветочки. Пока мои анютки только закаляются и собираются к высадке, здесь они вот такие красивые, здесь оно все посажено рисунками. Но рисунки вряд ли удастся так передать камерой. Мы сейчас каждый кустик каждого цвета рассмотрим сблизи. Они просто замечательные. Названия я их всех не знаю, но красота не имеет названия. Вот начнем с желтеньких. Такие крупненькие, все анютки большие. Желтенькие, маленькие, маленькие. Такие у них как тычиночки черненькие нарисованы. Нежные, красивые. На каждом кустике много цветочков. То есть они выращены, видимо, выращены с осени. И поэтому они рано весной уже дают такие красивые цветочки. Те, которые мы посадили в феврале, они еще не могут дать цветочки. Клумба эта находится в полутени. В полутени большого дерева. Дальше вот беленький он сблизи. Красота. Ее описать словами нельзя. Так что будем показывать именно камерой. Сейчас пройдем по всем цветам. Фиолетовые. Кто знает названия, какие называются, как какие называются, пишите. Вот фиолетовые, ну настолько красивые. Прямо вот самые настоящие глазки смотрят. Красненькая клумба тоже прекрасна. Но красный цвет, он всегда более прихотлив. Они бархатные. Просто очень красивые. Такие яркие, темные. Но они, выглядит клумба сблизи, ну более редкой. Вот всегда красные вот уступают фиолетовым по величине, по густоте. Цвет просто. Настолько сочный. И еще он бархатистый такой. Прямо царский цвет. И опять эти фиолетовенькие, лиловенькие. Они настолько, немножко разные оттенки, но красавцы. И желтенькие тоже. Самые настоящие анютки. Анютыны глазки. Их называют за то, что у них вот такие глазки. И вот они. Эти анютки просто завораживают. Я уже возле этой клумбы целый час глаз от нее оторвать не могу. И решила этой красотой поделиться с вами. Скоро мы получим такую красоту на наших участках. Ну, может не в таких больших масштабах. Но наши маленькие островки, надеюсь, будут не хуже. Вот дерево, большое дерево, которое дает им тень. И здесь растут папоротники. Среди анютыны глазок папоротники. То есть это еще одно доказательство, что прямо на открытом солнце анютки садить совершенно не обязательно. А лучше даже, чтобы они отдыхали какую-то часть дня в тени. Вот такой сегодня получился репортаж. Будем любоваться красотой дальше. Оставайтесь в нашем канале. И до новых встреч. Поехали. 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 Продолжение следует...